В дни празднования 70-летия Победы общая молитва христиан за мирную жизнь для всех народов и для каждого человека является особенно важной. 10 мая в Евангелическо-Лютеранском кафедральном соборе Петра и Павла состоялась экуменическая молитва за мир. На богослужении присутствовали члены различных религиозных союзов и объединений, гости из Германии, Франции и представители российских общественных организаций. Сегодня молимся за мир. Мы все знаем, как важен этот мир. Франция, Россия, Германия, Польша, все эти страны мы боролись столько лет. Мы очень рады, что сегодня это окончится и что мы вместе можем молиться за такий Божий дар, как мир. Я буду говорить не как дипломат, а скорее как христианин. Для меня такие события, как молитва за мир, очень важны. Совсем недавно я был в Волгограде, в Сталинграде, где вспоминались жертв войны и где также упоминались люди, которые молились за мир в то страшное время, и их молитва была услышана. Помимо этого, Сталинград известен Сталинградской Мадонной, которая была там нарисована в этом котле Сталинградском и до сих пор является иконой для молитвы многих и многих христиан. Поэтому я считаю, что такие богослужения очень важны. Молитва за мир до сих пор актуальна, и поэтому я здесь и радуюсь этой молитве. Богослужение было очень насыщенным и красивым. Всех собравшихся в соборе Петра и Павла поздравили с 70-летием победы представители посольства Германии, правительство Москвы и Российского союза евангельских христиан-баптистов. Прозвучала молитва в музыке, пронзительные звуки скрипки в виртуозном исполнении по-особенному коснулись сердец людей. Архиепископ Дитрих Брауэр отметил, что в эти дни будет звучать непрерывная молитва не только в Москве и в России, но и в других странах. Молитва памяти и молитва надежды. В конце богослужения прозвучало восемь молитв, после каждой из которых дети ставили зажженные свечи на алтаре в память о трагедии войны. Но в то же время радуюсь и благодаря Богу за то, что Он слышит наши молитвы за мир во всем мире, в нашей стране, среди людей и за мир в сердце каждого верующего. Наверное, не случайно, что эти дни совпадают с пасхальным временем, когда мы все говорим о победе жизни над смертью, когда мы все говорим о победе Христа над властью ада. И вот сейчас эти дни объединяют всех людей. Я думаю, что вне зависимости от их национальности, от их происхождения или возраста, все мы вместе предстоим пред Богом. В молитве, которая включает в себя и благодарность, благодарность за мир, за мирное небо, за то, что мы можем надеяться, верить и любить. Но также, конечно, в этой молитве и скорбь, и память о тех, кто не дожил до этих дней, о тех, кто погиб и своей жертвой принес мир многим людям. Информационное бюро «Спектр» специально для Протестант ТВ. Москва.